Далее о местах, где эскалации ожидать не надо, она и так сейчас там происходит, это Луганская область. И мы обсудим события последние с Сергеем Гайдаем, глава Луганской областной военной администрации, с нами на связи. Сергей Владимирович, приветствуем. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о том, что вам известно по состоянию на сейчас относительно Лимана. Американский институт изучения войны сообщает о том, что в течение 72 часов этот город будет освобожден украинскими войсками. Что вы скажете? Ну, по Лиману оккупанты попросили возможности выйти, на что они получили отказ. Ну, соответственно, тут одно из двух. Нет, три у них есть варианта, три на самом деле. Или попытаться прорваться, или сдаться, или всем там рядышком погибнуть. Там их несколько тысяч. Пять тысяч, говорили? Да, около пяти тысяч, точной цифры пока нет, но это в принципе не есть проблема. Пять тысяч, это все равно колоссальная группировка в окружении, такого не было в принципе. И все пути уже подвоза туда боекомплекта или спокойного выхода этой группировки из Лимана, они все полностью перекрыты. Сергей Владимирович, чтобы уточнить, а к кому с запросом обратились на выход оккупанты? К своему командованию, да? То есть свое руководство сказало, нет, оставайтесь там, несмотря на то, что мы не можем вас ничем обеспечивать, и это скорее всего ваша верная смерть. До последнего будьте, значит, на этой территории. Ну, у них же, вот, они любят отрицательное наступление сделать там, и так дальше. Ну, вот здесь вот тоже, наверное, какая-то спецоперация проводится. По отрицательному выживанию. Российские пропагандисты пишут, пытаясь убедить своих читателей, что из Кременной в Лиман спешат колонны с помощью, которые вот-вот деблокируют Лиман. Так ли это на самом деле? Ну, вообще техники у них там на оккупированной территории Луганской области немало. Переброска техники действительно идет, но, наверное, не дойдет. Что будет после Лимана, эксперты называют следующий населенный пункт, это Кременная, Рубежная, Северодонецк и Лисичанск. Будут ли в этом направлении развиваться события, и как именно ваша оценка? Ну, смотрите, это война, и тут решать, конечно, военным на поле боя, и может поменяться ситуация в течение даже суток, в принципе, и тогда будет приоритет как-то тоже изменен. Но, по большому счету, действительно, после Лимана на другом берегу реки все, уже Кременная. Кременная – это один из вот тех первых населенных пунктов, который, возможно, будет деоккупирован. И дальше там, у нас же все очень компактно и рядышком находится, поэтому, действительно, можно пойти в одну сторону, можно во вторую. Но три города вместе находятся, Рубежная, Лисичанский, Северодонецк, это вот с правой стороны от Кременной. Вполне вероятно и вполне возможно, что именно в том направлении будут двигаться наши военные. Потому что, в принципе, как крепости эти города уничтожили россияне в течение четырех с половиной месяцев круглосуточными обстрелами. Поэтому зацепиться особо они там не смогут. Сергей Владимирович, вчера в Кремле наблюдали такой трагикомический спектакль, попытку аннексировать украинскую территорию, об этом во всеуслышание, с фарсом заявляли и так далее, с пафосом, прошу прощения. Так вот, как весь этот фарс отразится на поле боя или, возможно, уже отразился? Да, ровным счетом никак. Они пока праздновали Лиман наш окружили. Ну, очень странное празднование. Чему радоваться? Тому, что пять тысяч человек могут погибнуть? Ну, слушайте, мы же понимаем, что они там со своими лозунгами идиотскими, начиная от своих «не бросаем» и заканчивая там всем остальным, ну, далеко на самом деле не уедут. Одно дело показывать картинку населению РФ, другое дело наши реалии, которые мы видим вот каждый день и, собственно говоря, сами творим уже вот эту нашу новую историю. Аннексировать украинские территории оккупанты пытаются в том числе, а возможно, даже в первую очередь, чтобы разграбить то, что там осталось. Расскажите, как в Луганской области, есть ли еще что грабить или уже все вывезли? И в этом направлении происходят ли какие-то изменения? Возможно, они сразу после этого референдума и попытки аннексии назначили каких-то смотрящих, каких-то новых руководителей, кураторов из России? Пока новых руководителей нет, да и вряд ли кто-то согласится, на самом деле. Пока только старых не выпускают с Луганской области, когда они попытались сбежать. То бишь их на границе разворачивают и говорят, едьте и боритесь за свою народную республику. Поэтому, на самом деле, оккупанты-коллаборанты в панике, потому что понимают, что, в принципе, если наступление вооруженных сил Украины будет продолжаться, ну, как минимум даже в таком же темпе, то в течение нескольких месяцев, ну, у них не останется выбора. Они или должны будут сдаться, или они погибнут. Потому что выпустить их в Россию 100% не выпустят. Будут еще, я думаю, попытки просто попытаться где-то найти какую-то лазейку в границе и драпать там. Но, учитывая то, что россияне все это дело заминируют перед отходом, то результаты будут плачевными. – Была информация о том, что на днях, вчера, кажется, вооруженные силы Украины нанесли удар по казармам в Старобельске. Какая последняя информация по жертвам этого удара? И что это за подразделение, возможно, было известно вам? – Вот последний, кстати, удар, который нанесли, это была бывшая комендатура пограничников. И там очень даже неплохой штаб сделали. Пока по количеству погибших точной информации нет. Но единственное, что мы знаем, огромное количество автомобилей скорой помощи туда приезжало, оцепили всю территорию, ну мы же понимаем, если бы это было бы пустое здание или с одним или двумя солдатами, то такого бы ажиотажа нет. – Сергей Владимирович, в России продолжается частичная мобилизация, де-факто полная мобилизация. Скажите, пожалуйста, были ли замечены эти новые чмобики уже на территории Украины? – Да, недалеко от Луганского у них эшелон взорвался. – Ну вот, короткое было знакомство. Скорее всего, да. Но они очень сильно сейчас в Луганской области вообще следуют по желанию нашего президента по поводу того, чтобы курить в тех местах, где нужно, а не там, где не нужно. Поэтому у них и возникают вот эти возгорания и взрывы то в эшелонах, то в каких-то казармах. – Смотрите, очень, в принципе, ожидаемо, что в течение ближайшего времени, скорее всего, со следующей недели, где-то эти недоразумения будут свозиться по всем фронтам, будут привозить их там тысячами. Но это любой военный вам скажет. Это просто действительно пушечное мясо в прямом смысле этого слова. Ну, невозможно за неделю обучить, ну, не то, что там танкиста, артиллериста или минометчика, невозможно даже пехотинца обучить, просто обычного солдата, чтобы он понимал какие-то азы, где и как нужно зарываться, как вести огонь. И они все не обстреляны. Вот после первого обстрела, это можно говорить с уверенностью на 100%, они побегут. Это психология просто человека такая. А как только они побегут, осколками их будут сечь уже, ну, не по одному, не по два, не десятками, а просто сотнями. Поэтому можно быть небольшим очень сильно, там, каким-то провидцем, для того, чтобы сказать, что через пару недель вот эта вот цифра, которая подходит к 60 тысяч погибших русских в этой войне, она будет просто геометрически расти. Вот вы говорите о том, что они побегут, но известно, что в том числе и заградотряды посылаются в Луганскую, в том числе, область из Кадыровцев, в частности. Спасут ли они ситуацию, помогут ли они Путину? Да, конечно. Еще больше народу перекосят. В этом плане. Да, потому что действительно наблюдается такая ситуация, как будто сейчас российские власти хотят уничтожить российский народ, в том числе. То есть устраивая геноцид украинскому народу, еще и своему народу устроят геноцид. Ну, в общем, я не понимаю, почему россияне до сих пор не на улицах и не сбросили, не подожгли Кремль. Ну, смотрите, порядка миллиона человек они мобилизируют. Это все люди могут на тех же самых эшелонах развернуться, пойти и поменять свою власть. 300 тысяч человек сбежало в Казахстан, куда-то в Монголию, ну, в разные просто страны. Пешком, на велосипедах, на чем угодно. Хоть тушкой, хоть чучело, но валят. Это полтора миллиона человек. Ну, мне кажется, мы показывали дважды, как можно менять ситуацию в стране. Всему миру. Да, остается только надеяться, что и в России это поймут и изменят ситуацию. Для себя, даже не для Украины. Украина сама разберется. Сергей Владимирович, спасибо большое за участие в нашем эфире. Спасибо за ваши комментарии. Было важно их услышать. Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации. Спасибо за внимание.